Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Весь мир знает, что никакой оппозиции здесь не было, нет на сегодняшний день. Оппозиция должна иметь радикальную программу, свою общественно-политическую структуру, зарегистрированную, деятельность которой признана, в правовом отношении принята, признана в своей структуре, в подходах. Ничего подобного нет. Россия собирает всех бандгруппировки преступников России. Их называют кличками оппозиционеры, вооружают их до зубов, платят им огромные деньги, отпускают на это несмертные средства. Просто немыслимые даже нормального человеку воображения. Танки, ПТРы, самолеты, грады, смерчи, ураганы, уголовщины, подготовка их за пределами республики на территории России, на специальных базах. Военные специалисты России, спецслужбы России, и для примешки нескольких уголовников из чеченской национальности, и это называется весь винегрет оппозиция. Оппозиция по-российски, а по сути дела русизм. Обыкновенный русизм, страшнее фашизма, нацизма, расизма, всех человеческо-ниновидических идеологий, возведенный в высший ран государственной политики России. Русизм, страшнее фашизма. Когда фашизм пошел по Европе и миру, и наступил на хвост России, она первая заголосила, спасайте весь мир. И весь мир пришел на помощь в борьбе с фашизмом, и сами немцы пришли. И сами немцы отвергли первые. Фашизм, и весь мир отверг эту чему. А теперь, когда русизм уничтожает целые народы и сметает с лица земли, причем выбирая самую беспомощную жертву. Всю историю России она выбирает самую беспомощную жертву. На полное физическое уничтожение и реалистическое устрашение мира. Вот какие мы идеи сильные, мощные, что мы можем, какие коварные, злые, хищные. Нагорный Карабах вычленили и уничтожили полностью это образование. Далее пошли Абхазию, вычленили из Кавказа, из Грузии, уничтожили весь потенциал. Войну с Грузией, Армению с Азербайджаном, а по сути дела российские спецслужбы, российские войска, российское вооружение, российская техника. Южную Осетию вычленили, уничтожили. Северную Осетию, Ингушетию, вычленили. И физическое уничтожение целых народов. Насилие, смерть, кровь, уничтожение народного потенциала. Российское руководство всю свою историю, когда ей было тяжело, бежало, значит, на подписание договоров, которые она никогда не соблюдала, не будет соблюдать. И не мыслит. Как только укрепится, так начинает снова, вычленяет самого слабого и начинает над ним издеваться. Такова Россия, империя зла. Империя зла, как была, есть и остается. Хищность свою, алчность, беспощадность, бездуховность, безнравственность продемонстрировала на чтне. Двести пятьдесят тысяч войск вооружений. Пять тысяч шестьсот единиц только бронетехники на территории Рыбря. Неслыханное количество в истории против горских людей и против территории, по которой на карте ищут микроскоп, набросились, успокоив мировую общественность, сделав заявление из уст президента России, что силового решения не будет, будет только мирное решение. И когда под Новый год, под Новый год смешали песок, землю, небо, кровь и мясо человеческое, смешали и сделали миссиво кровавое. И от этой политики не собирается отходить. Не собирается отходить. Вот что такое Россия. Если мир, заявляю ответственно, всем миром не остановят эту чему. Или не сделают Россию правовой, по крайней мере, вашей демократии там никогда не будет и не было. Хотя бы в правовом отношении не соблюдали норм международного права. Миру подлежит тяжелейшие потрясения. Тяжкие потрясения. До сих пор Россия бряцала танками, армадами войск. А теперь, когда и это сказалось пустой картой, человека нет. У России нет солдата. И не будет теперь. Сколько раз на Ваше полно совершено покушение? Покушение уже счет сбился. Уже счет сбился. По сути дела, российское руководство совершает открытый терроризм. Даже не покушение, это не назовешь. И приходят самолеты, сносят квартал, где проживает семья. В одном месте, в другом месте. Дети, женщины погибают под бомбом, ракетными ударами. И это называется покушение. По-российски. Какой государственный порядок подходит чеченцам? Парламентская или президентская система? Прежде всего, демократия. При отсутствии демократии никакая власть чеченцев не продержится. Вот там, где есть основа демократии, а потом уже закон действует. А не сперва закон, а потом приобщать его к демократии. Вот для чеченцев это приемлемо. Поэтому парламентская ли власть, президентская власть. Ведь мы прошли земной ад. Разрушение, разрушение, разрушение. Значит, отпуск невероятных средств. Только одним росписяком пера Ельцин подписал 150 миллиардов рублей и 500 миллионов долларов для свержения власти Дудаева в Сусне. Только на одном документе. И вот эта вся сила, вся эта мощь. Четыре года готовились. Четырехлетняя подготовка генерального штаба, спецслужб. Посмотри документы. Какую подготовили программу полного уничтожения нации, депортации всего народа, оставить здесь для развода гибриды, чтобы называться, что они уничтожены. Готовили при всех издержках России, экономических, политических, неустроенностей, целые городки в регионах, куда должны были пересечь, в четыре года строили специальные барачные городки для резервации чеченского народа. Саратовская, Оренбургская, Волгоградская. Даже полтора-два года назад чеченская диапаза, находящаяся там, предлагали идите, вон вам подготовленный, живите, работайте туда и уходите с этих мест. Беда моя была в том, что я знал об этих планах. Это государственная программа. Посмотрите, Черномырдин подписывает план эвакуации или что там, а на самом деле план депортации. И восьмой пункт гласит, без права возвращения. Вот так приходят ракеты, бомбы, наносят удар, чеченцы выезжают, их там переселяют, вывозят, выводят из-под бомбового ракетного удара. Конечно, Дудаевская, банк группировок. Все это мы уже прошли. Россия только не хочет опомниться, ничего нового не выдумала. Мы пришли волей-неволей к исконному методу нашей демократии. И тот конгресс, который прошел путь, двухлетний путь, мы вынуждены были уже в новом касте вернуться в новый конгресс. С учетом всех наших ошибок, реалий, где в этот конгресс входит от сельской местности уровня руководства до высшей политической власти, все входят в состав конгресса. Туда входит совет старейшин и совет элимов. Туда входит и Верховный суд. Чтобы у нас было и право, и закон, и демократия для решения жизненно важных вопросов государственного устройства. Важных вопросов для целого народа, граждан республики. Последнее заседание, четвертое заседание Конгресса у нас полностью парализована сейчас правоохранительная деятельность. Правозащитная и правоохранительная. МВД, значит, трудно работать в этих условиях. В прокуратуре трудно работать, как высший орган надзора за законность и право. Значит, естественно, и суды работают очень трудно в военных условиях. Кто будет работать, когда школы парализованы, когда придут сейчас, по школе нанесут точностные удары с воздухом. Вот это все и заставило народ предложить президенту и правительству перейти на шариатские суды. Сейчас наши ученые, мы придаем это большое значение, чтобы не было разрыва между образовательным процессом, учебным процессом, перед войной, а она неизвестно, сколько еще будет длиться, и сейчас готовят программу смешанного направления. Это математика, физика и ислам. Законы Всевышнего, законы природы и законы, которые человек сам нашел своим умственным развитием. У чеченцев существует кровная месть. Распространяется ли это на русских военнослужащих? Кровная месть не распространяется на иноверцев, иноземцев и агрессоров. Кровная месть это исключительно внутреннее дело, межнациональное, межэтническое и дальше не распространяется. Но неотвратимость возмездия за преступление против чеченским народом, она существовала, существует, и то, что оно еще сильнее укрепляется, говорит последнее решение Конгресса, о создании смертных батальонов. И что это значит? Это значит, что эти смертные батальоны при жизни, каждый, кто добровольно входит в этот смертный батальон, при жизни заносится список навечно. По сути дела это смертники, которые должны выполнить решение суда, народного суда над преступниками, привести приговор в исполнение. Наказание привести в исполнение. Правда ли, что ваш старший сын Авлур погиб в боях? Около полторы-двух недель я считал, что он погиб, но потом оказалось, что тяжело. Ранен, контужен, вышел из этого кризиса, жив, выжил. И если погиб, я считаю, и мы в семье считаем, и он сам считает, что ничего в этом не только неудивительного, ничего-то трагичного, а даже делало честь нашей семье ему. В этой войне погибли такие сыны, идя под танки. Такие сыны совершают такие подвиги, которые даже сейчас моему разуму не подвластны. Это правда, что когда вы были еще генералом советской армии, вы участвовали в войне в Афганистане? На территории Афганистана я вообще не был. Я был направлен в Туркменистан, где группировка авиации, в том числе, направили одну из частей моей дивизии, тоже туда. Но ужас, который я там увидел, разложение моральное, значит, несоблюдение безопасности, бравирование. Вот эти полтора месяца, которые я там был, я занимался вопросами приведения в чувство этих вояк и подготовки базы, чтобы из этих разложившихся военнослужащих сделать обыкновенными хотя бы людьми. Ваш критикуют, что ваше окружение слишком часто менялось. Управленческая структура, которая выросла в системе старой, очень тяжелая структура, очень тяжелые люди, очень тяжелое взяточничество, коррупция, свои личные интересы, отсутствие интересов народа и государства. А они специалисты. А они специалисты. Конечно, бы мне хотелось поставить хорошего, толкового, преданного человека. Но надо было построить государство. И я с них брал, с этих людей, хотя бы один волосок, зная, что они представляют из себя. Но мы добились того, что немыслимо было даже добиться. Все здесь в руководстве продавалось и покупалось. Это система, насажденная большевиками. От бригады, полневойческой бригады до высших эшелонов власти каждое место стоило таксу. И вход туда только избранным, своему клану, человека своего круга. В школе плати заучил, в вуз поступил плати, и вот выращивали своих людей по родственному признаку, по преданности, по способности приспособиться, подчиняться безупречной воле высшестоящих своих опекунов. И вот так естественным отбором создавались свои клановые структуры. А потом по деловым качествам я их по одному вышибал, это окружение. Так, не показываешь, пошел вон. И все знали, что я места не продавал и не давал продавать, покупать. Что он пришел сюда, значит, по доброй воле, из него будет спрошено по государственному. И тогда начинал работать. Я его заставлял силой работать. Когда начинают теракты чученцев на территории России? Террор – это самое последнее дело для государственного ранга, тем более. Для человека террор – это последнее. А чтобы его возвести в ранг государственной политики, это вообще надо быть, значит, паранойиком. И стоит ли и мне, и моему правительству, и нашему молодому государству опускаться до уровня российского руководства, отвечать на террор-террор? Но сейчас сложились реалии так и нет. Почему-то, если совершается террор, диверсии, провокации, ложь, насилие над чеченским народом, великодержавной России, то это неизвестно, как называется. Борьба с мифическими бандитами. Но если эти действия переносятся на территорию России, сразу пропаганда российская идет, вот террор, чеченский террорист, дудаевский террор. Я заявлял еще, что перенесение военных действий на территорию России не только не является террором, а является уже закономерностью, и даже независимой от меня. Хочу я того или нет. 300 тысяч мужчин от 17 до 50 летнего возраста, оставшиеся без крови, без средств к существованию, без работы и вообще без права на жизнь, которые приобретают вот уже несколько лет исключительно одну профессию военного – войны. Мне удержать никаких сил в этом пятачке уже нет. Эта война имеет и будет иметь далеко идущие последствия и продолжения. И поведение России, руководство России, которое пытается сейчас старыми меркантильными интересами и привычками руководствоваться, вот где сейчас чеченцы выгонят с городов, вот они сейчас пойдут в горы, в горах мы их авиацией добьем, потому что наши сыны очень хорошо умеют воевать в городах. От гор мы уже отвыкли, а вот в городах воевают, умеют блестяще. Я откровенно говорю, нам нужна продолжение войны с Россией. Или мы сгорим вместе с Россией, дотла, но вместе с нами сгорит и Россия. Или мы вместе будем выходить из этого положения, которое навязала Россия. Средины между нами нет. Шанс, где Россия могла опомниться, почти уже уходит. Почти уже выходит из-под контроля. И ядерную бомбу, которую я говорил, которую сама Россия привела, это то, что как только эта ситуация выйдет из-под контроля моего, тогда пусть трепещит Россия. Я посмотрю, как защищают российские военные свои города, которые они крушат с такой яростной силой у нас. и населенный пункт. К счастью, Россия и мира, сегодня еще ситуация контролируемая. Управляемый процесс полностью. Но я нисколько не буду огорчен, что если этот процесс будет выходить из-под моего контроля. Нисколько. А сколько эта война будет литься? Если и найдет какое-то временное временное притушение, то эта война заряжена лет на 50. она сейчас будет перерастать. Масштабы ее будут расширяться, тлеть она будет долгая, очаги тлени будут развиваться все дальше, шире, шире, шире и больше. Наверное, до тех пор, пока Россия, как государство, перестанет существовать. Чеченцы борются со своей свободы уже 300 лет. В чем секретный покораженщик чеченцев? Чеченский народ не создан для рабства. От природы, от Всевышнего, от Бога. Вот создан народ, не быть рабом. Тем более такой политики грязной, гнусной, человеконенавистнической. Но какой народ, какой человек вытерпит такое насилие? Уважающий себя. Геополитическое положение Кавказа вне всякого сомнения источник цивилизации земного шара, земной жизни, духовный потенциал, нравственный потенциал, природный потенциал, все это не позволяет чеченцу, чеченскому народу, как этническому, корнями привязанному к этому Кавказу, быть в рабах. Спасибо за интервью. Спасибо и желаем чеченскому народу успеха и чтоб все желания чеченского народа спылись. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Итак, спасибо. Спасибо за субтитры Алексея Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! нехватки пищи самой природе не заложено нехватка духа вот этого на этой земле умершего с голодом не знает история веков и времен если есть дух значит войну можно вести сто тысяч лет если его нет ни одного дня можно завалить все столы пищей и от обжорства умереть приятного аппетита если не мало у нас есть у меня есть есть вот есть Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...